Привет, друзья! Я сейчас держу в руках, пожалуй, самую необычную лодку, которую я когда-либо держал в руках. И добавить, в принципе, на данный момент мне про неё больше нечего, потому что она действительно настолько необычная, что, наверное, проще один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я буду её сейчас раскладывать и приводить в боевое состояние, так сказать, в первый раз, поэтому давайте вместе посмотрим, что она из себя представляет. И я попутно уже расскажу, как она ко мне попала и что с ней будем дальше делать. Ну, сейчас мы её просто попробуем собрать, а потом, соответственно, во второй части ролика уже попробуем её на воде. Я хотел сразу отправиться на воду, но потом решил, что лучше попробовать сначала в домашних условиях, чтобы потом не мучиться. Сегодня снимает меня моя любимая жена Злата, поэтому она не профессиональный оператор. Если что, можете все шишки в неё кидать. Инстаграм я её оставлю, где вы можете пройти и написать по качеству её съёмки. Давай, Злата, раскладывать. Эта лодка представляет из себя складной рип, причём очень и очень компактный. То есть, то, что я держал, когда её в руках, она была в разложенном состоянии. На самом деле, она состоит из четырёх таких плит, и если их вот так вот положить, это вот как раз-таки то состояние, в котором она перевозится. Она получается очень плоская. Также лодка, что меня удивило, очень лёгкая. 33 килограмма всего, что для 360-й лодки в целом вес весьма маленький. Потому что те же самые НДшки, они где-то в районе 40 все весят. Ну и про паёлки я вообще не говорю. На самом деле, по этой лодке у меня есть определённые сомнения, которые, в принципе, я выскажу сейчас попозже, и потом уже посмотрим на воде, как будет. Но, тем не менее, конструкция интересная и необычная, и грех её было не взять, так сказать, на обзор. Эта лодка произведена компанией Винбот. Если помните, два месяца назад у нас появилась наша большая семейная лодка Винбот 375, тоже РИБ, тоже складной, но более классической конструкцией. Потом со мной связались из этой компании и предложили, соответственно, на обзор их вот эту вот экспериментальную модель РИБа. Честно говоря, очень интересно было посмотреть, поэтому я сразу же согласился. И я думаю, что вам тоже, наверное, будет интересно увидеть одну из самых, пожалуй, необычных надувных лодок, которые есть на рынке. Ладно, к этой лодке, Злата, ты следуешь за мной, оператор, 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 что-то ты медленно поворачиваешься. Идёт ещё вот такая сумка. То есть, непосредственно с аксессуарами, которые эту лодку превращают, наверное, в лодку или в корабль. Здесь идут вот такие вот штуки. Это шпангоуты. И здесь идёт ещё вот такой вот транец, который предстоит установить. Там же ещё идут какие-то деревяшки, которые, честно говоря, не знаю, для чего нужны. Но сейчас мы, соответственно, с вами, наверное, поймём, куда их ставить. Вот, в принципе, всё. Давайте, наверное, буду качать и посмотрим, какой ты на самом деле северный олень. Лодка собирается достаточно просто. Ей необходимо придать маломальские форму, то есть надуть и потом вставить вот эти вот штуки, которые называются шпангоуты. Они, в принципе, тоже вставляются без особых проблем. Так, стоять. Ну, видимо, надо следить, чтобы они не вылетали, пока она надувается. И, в общем-то, всё. Сейчас качаю до давления где-то 0,25, потому что это рип, его не нужно перекачивать. И, я так понимаю, лодка готова. И, собственно говоря, тогда уже разберёмся с трансом и с теми деревяшками, которые там лежат. Лодка накачана. Сейчас установим на неё транец и разберёмся, для чего нужны вот эти вот две деревяшки. Я пока не понял их предназначения. Может быть, Злата подскажет. Транец здесь устанавливается очень хитрым и необычным способом. Вот на таких вот штуках. Честно говоря, вот эта конструкция мне несколько смущает, но у производителя заявлено то, что такой транец держит мотор до 10 лошадиных сил. Собственно, я это скоро смогу проверить. На собственной шкуре. Надеюсь, Злата меня отпустит. Как раз-таки поставлю мотор 9,8 и посмотрим, что эта лодка может. Вообще, я сначала, когда смотрел ролики на сайте у Винбота, мне казалось, что это будет достаточно трудно собирать. Но нет, в принципе, никаких проблем. Первая ошибка при сборе этой лодки. Надо транец ставить, пока лодка ещё не надута под давлением. Так что сейчас я её подсдую, поставлю транец и потом... Да, и потом всё. И потом поплывём. Да, это действительно оказалось правильным решением. Надо сначала на сдутой лодке всё собрать, а потом уже надувать до нужного давления. Не помню, было ли это в инструкции на сайте Винбот или нет. Я вроде смотрел, может быть, не придал этому значения. С другой стороны, какой русский человек читает инструкции перед сборкой? Покажите мне его. Хотя, честно говоря, уже с годами прихожу к мнению, что иногда лучше всё-таки инструкцию прочитать. Упрощает, так сказать. Снова накачал лодку под давлением. И вот сейчас, собственно, хотел бы два вот этих вопроса озвучить, которые меня больше всего волнуют. Злат, не знаю, покажи вот эту конструкцию. Посмотрите, как транец и дно имеют какую форму. И вот это вот, скажем так, осложняет установку сюда колёс и эхолота. То есть простую струбцину сюда уже не поставишь. Колёса? Нет. Но колёса сейчас есть разных форм. Есть которые там под разными углами. С колёсами пусть будет нормально. А вот струбцину сюда не воткнёшь. И это, пожалуй, первый вопрос, который... На меня, пожалуйста, оператор. Первый вопрос, который я производителю задал. Они говорят, мы под... Если клиент захочет, мы под колёса и под эхолот сделаем, соответственно, в дне специальные выемки. На скоростных характеристиках они вроде пробовали, это никак не сказывается. Но, тем не менее, можно будет и то, и то установить. К сожалению, на моей лодке это установить нельзя. Я планирую всё-таки на ней не только испытать её на воде, но и хотелось бы с неё порыбачить. Посмотреть, как будет. Так что остался без эхолота. А выходить я буду на неё, ну, постараюсь на большую воду. Соответственно, чтобы на моторе, на глиссере погонять. Кстати, мы со Златой решили этот ребус, как устанавливаются вот эти вот деревяшки. Оказывается, это для того, чтобы пол сделать более ровным. Вот так. Честно сказать, я не могу сказать, что это нужно. По крайней мере, по моему опыту эксплуатации моего РИБа, у которого точно такой же, ну, V-образный пол, на нём нормально и удобно стоять, и я не испытываю никаких проблем от того, что он неровный. Злата, а что ты наклонила вот так? Ну ладно, ничего. Ну и прежде чем отправимся на воду, пробовать эту всю конструкцию в боевых условиях, два момента, которые я хотел бы осветить. Очень хорошо, что на этой лодке стоят вот такие вот ручки из ПВХ. Они намного меньше весят, чем любые там пластиковые вот эти вот ручки, и, соответственно, и позволяют лучше лодку сложить. И в количестве вот их здесь три стоит, ещё одна, наверное, впереди или две впереди, я не посмотрел. Они реально экономят вес, потому что, ну, не знаю, мне кажется, пластиковая ручка весит грамм 300-400, а это, соответственно, не весит практически ничего. Ну, пусть на каждой ручке будет по 200 грамм, вот уже почти там 700 грамм, а то, может, и килограмм, в зависимости от лодки. И я считаю, это важно. Плюс ещё я бы вот этот вот привальный брус, я на всех лодках, которые себе стараюсь заказывать, я его стараюсь убирать. Лично в моих условиях он мне нужен, и только, опять же, мешает более удобно складывать, более просто складывать лодку, и, соответственно, экономит вес. Некоторые производители на всех своих лодках ставят привальный брус, я вот прошу убрать. Некоторые отказываются, некоторые, соответственно, идут навстречу. Не знаю, как в винботе, я знаю, что они это видео посмотрят, просто имейте в виду, что привальный брус не всем нужен, и было бы здорово, если бы какие-то лодки лёгкие шли без него. Касаемо качества самой же лодки, вот это, несмотря на то, что это экспериментальные варианты, это у меня уже вторая лодка от винбот, могу отметить, что лодка сделана качественно. Баллоны не перекручены, стоят ровно, всё приклеено ровно, и это особенно удивительно, то, что всё-таки эта лодка экспериментальный вариант, обычно их делают, ну, лишь бы было. А так, как бы, ну, молодцы, за качество могу похвалить. Уже сталкивался с разными лодками, и, как бы, знаю то, что часто идут и кривые, и косые, и здесь же всё нормально. Ладно. Злат, ты со мной на воду отправишься? Или нет? Не знаю. Вы представляете, даже вот когда она меня снимает, она умудрилась сидеть в телефоне в Инстаграме. Вот какой многозадачный человек, вот прямо сейчас. Наверное, камера тут у неё и съезжает, в бок и в этот. Ладно. Пошли. Ну, а теперь давайте посмотрим, как Винбот 360 Arf, именно так он называется, ведёт себя на воде. Я его сейчас второй раз собрал, и в целом сборка не доставляет никаких хлопот. Хотя изначально всё-таки я думал, что будут проблемы ставить транец, вот это закручивать. Нет, просто нужно чуть-чуть совсем баллоны поднять, это всё установить. В общем, в этом плане никаких проблем нет. Нет. Единственное, что, конечно, 360-я лодка, ей обязательно нужны колёса. Ну вот, просто её как бы в одного пришлось тащить, где-то нести. С колёсами, ну, обязательно колёса для 360-й лодки. Если 330-й ещё плюс-минус, то для 360-й обязательно. Касаемо того, как здесь стоять, я, безусловно, уже попробовал, не знаю. Никаких вопросов как бы не возникает. Это RIP. Мне, в принципе, даже вот эти вот фанерки, наверное, даже излишни. Хотя, опять же, ну, надо привыкнуть это, ну вот, не знаю, никаких проблем. Пол не играет, ничего не играет. Мне, в целом, очень в этом плане комфортно. Места в лодке более чем достаточно, потому что длина кокпита у неё 81 сантиметр. Это 430-й баллон. И, соответственно, нету, допустим, как у той же NDND, вот этой подушки. И поэтому получается, в принципе, ну, намного больше пространства. В первую очередь, для ног. Для меня это важно. У меня рост 1,96 сантиметров. И, соответственно, ну, вот под прямым углом ноги. Это очень удобно, они не устают. Уж можете в этом плане мне поверить. Не каждая лодка, не в каждой лодке мне, скажем так, комфортно находиться. В целом, не знаю, что ещё добавить. Для двух человек здесь места вполне достаточно. Наверное, можно провести какую-то даже аналогию между 375-й или 380-й NDND и 360-м РИБом. Ну, имеется в виду по вместимости. Давайте, наверное, теперь посмотрим, что она может под мотором. Как она и сколько покажет. Но, опять же, каких-то максимальных значений скорости я не буду добиваться по той причине, что нужно выставлять мотор, его трим, высоту. А это, соответственно, я сейчас сделать не могу. Потому что даже не могу посмотреть... Из-за того, что нет колёс, не могу посмотреть даже, насколько кавитационная плита мотора находится с дном. На каком расстоянии от дна. Вот так. Поэтому сейчас просто походим, посмотрим, поплаваем. И будет ясно, что она показывает в том виде, в котором она есть. Мотор я поставил сюда 9.8. Это китаец «Алфа», «Колонн Глори» называется завод. Китайцам этим очень доволен. Беспрекрас говорю, потому что тихий, хороший мотор. Прям, не знаю. Не, как бы, ну, такой, какой должен быть. Вот так, наверное, скажу. Никаких сюрпризов пока он мне не выдавал. Надеюсь, что так будет и в будущем. Ну что, давайте приступим. КОНЕЦ Максимум, что я увидел на GPS-спидометре, это 27 километров, а это немного. Я думаю, что она должна идти 30-30 с плюсом где-то. Единственный момент, то, что мне посоветовали весь вес смещать к корме лодки, так она идет быстрее. Ну и плюс, как я и говорил, возможно, надо играться стримом мотора. Но мотор, вот тоже, это конструкция транса, меня сначала как бы вызывала вопросы, но никаких вообще проблем. То есть она четко, все хорошо, ничего не болтается, я не знаю. Короче, работает, как и обычный транец. Так сказать, для чистоты эксперимента перемещаю сейчас сумку в корму лодки, потому что сумка весит килограмм 20, наверное, ну реально тяжелая. И посмотрим, что получится. На пару километров будем считать, скорость подросла, но все равно немного. Сейчас попробую трим мотора изменить и посмотрим, что будет. Последний замер, как видите, я проводил на пятой дырке. И ради интереса я попробовал, в принципе, все остальные дырки, но, пожалуй, самая вот стабильная скорость, это 30, да, только вот на пятой. Возможно, надо еще шестую воткнуть, но я уже, наверное, не буду это делать, даже если там прирост 0,5 километров. Ну, в любом случае, наклон транса позволяет использовать вот даже пятую дырку, скажем так. Ну, в целом, я думаю, что для 360-й лодки и мотора 9.8 скорость нормальная, средняя, наверное, да. Есть лодки быстрее, есть намедленнее, но вот у меня, допустим, бомбер, он, я забыл, сколько он идет, 33, по-моему, или 34, это 30. Ну, в целом, бомбер 350-360, по весу я, честно говоря, не помню, он легче у меня. Ну, в любом случае, результат более чем нормальный, как мне кажется, опять же. Самое главное, что лодка очень стабильно ведет себя на воде. На глисс выпрыгивает вообще без рывка, без всего, раз уже на глисе. Причем на любой дырке она это делает без проблем. На воде тоже идет не рыскает, и, не знаю, в плане ходовых характеристик очень, очень нравится. Ну, рибы, наверное, все такие, это мой второй риб. Первый мой риб вообще, то есть, волна, не волна, он прям вот, как летит. Не знаю, наверное, что еще добавить. Лодка, я считаю, что имеет место быть, интересная конструкция, и почему бы и нет, она не тяжелая. Но, как бы, плюсы есть, есть особенности какие-то свои. На мой взгляд, весьма получилось интересно. И какие-то моменты, наверное, еще надо доработать, вот особенно касаемо колеса и холота, и в целом конструкция будет здоровская. Мне кажется, даже вот именно в 330 размере она прям будет вот сочетание, наверное, легких. Хотя она, по-моему, в 330 весит 30 килограмм, а это, по-моему, 33. То есть, не намного уж и легче. Ну, если еще сделать легче, убрать, допустим, привальник, будет, мне кажется, прям вот то, что надо. Я бы, по крайней мере, вот такую 330 конструкцию, без привальника, еще, может быть, с какими-то облегчениями, я бы затестил. Ну, и, наверное, на этом буду с вами прощаться. Очень хочу услышать от вас комментарии. Я думаю, что производитель лодок WinBot тоже, наверное, хочет от вас комментарии какие-то услышать. Как вы вообще относитесь к такой интересной лодке. Надеюсь, что на моем канале будут еще выходить какие-то интересные обзоры. Ну, а я поплыл сейчас по рыбачу. До скорых встреч. Пока-пока. Не знаю, будет вам слышно или нет, но лодка под мотором идет здоровски. Прям вот вообще как скользит. Жалко, нет волн сегодня. Интересно было, как она режет волну. Но не играет все четко, ничего не этот вообще. Управлять ей одно удовольствие, так скажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!